Друзья, приветствуем! На связи Евгений Лебедь. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как рассчитывать себестоимость перевозки. Конечно, многие скажут, на это влияет огромное количество нюансов. И я полностью с вами соглашусь. Но, я вам скажу откровенно, огромное количество перевозчиков, экспедиторов начинают брать какой-то заказ и при этом даже не знают, это перевозка в минус или в плюс. То есть, без малейшего понятия, цена подходит им или не подходит. То есть, в этом видео мы полностью разберем пример на транспортных биржах, на стоимости, на себестоимости, как это все можно посчитать. Итак, друзья, давайте мы, в принципе, полностью перейдем в такой формат, как будто мы это симулируем. То есть, весь процесс мы полностью симулируем. То есть, представим, что мы хотим на данный момент взять и сделать какую-то перевозку. Давайте возьмем перевозку внутри Украины, да, из Украины в Украину. И давайте сделаем какой-то формат, я не знаю, там. Давайте поедем с Киева во Львов. Окей. Выберем массу там до 23 тонн и там от 19. То есть, будем рассчитывать на 20 тонн. Поехали. Итак, что нам предлагает рынок здесь и сейчас, да? То есть, вот смотрим заказы. Киев, Львов, Карлсберг. Даже вообще в открытую, видите, ребята пишут, что везти пиво. 13 900. 13 900. 12 400. Смотрите, классно, да? Кто у кого заказы взял, когда и тому подобное. Но мы не об этом. В общем, смотрите. Очень, видать, срочно нужна машина. И обновляли цену. В общем, 14 тысяч, да? Остальные запросы мы не смотрим. Ну, вот 10 тысяч. Ну, вот окей. Вот смотрите. Ну, идиотизм, да? То есть, есть за 10 тысяч загрузка и за 14. Но такое дело. Вот попробуй найди. Вот есть, например, за 16 тысяч, да? С Вишневого на Львов. То есть, Бакалей везти какой-то. Окей. Ну, смотрите. Исходя из первой страницы, да? То, что мы увидели. Давайте сделаем следующим образом. Мы возьмем там цену 13 500. И вот скажите откровенно. Вот вы знаете, сколько перевозчик на этом заработает? Но объективно, экспедитор вообще без понятия. Он может поставить 5 тысяч. Перевозчик, если диспетчер опытный, у него есть какое-то понимание. Это в плюс или в минус. Я для вас подготовил небольшой такой калькулятор, который поможет считать себестоимость перевозки. Опять же, это лайт. Это самый легкий вариант. То есть, потому что, чтобы просчитывать полностью все, нужно сесть, уделить там несколько дней времени, подготовить и сделать его максимально эффективным. Но мы говорим с вами о том, что как это сделать, чтобы не попасть в минус и не быть дармовозом, да? То есть, вот мы выбрали, что есть там цена, ну сколько там? 13500 мы взяли для примера. Опять же, чтобы легко считать. Давайте смотреть. У нас есть вводные данные. Автопоезд, ТЭН, двадцатка, срок в рейсе. Давайте укажем 2 дня. То есть, это очень важно, потому что это влияет потом на мотивацию водителя. Соответственно, следующий пункт. Доход с рейса. Фракт у нас мы посчитали 13500, да? Средний будет. Соответственно, расстояние. Давайте смотреть. Ну, я думаю, все знают, что, грубо говоря, там Киев, Львов. Это 540 километров. Ну, вот видите, расстояние показывает. 538. Давайте 540 рубьем. 540 километров. Опять же, мы считаем цифру, которая средняя по палате. Потому что, может, мы не говорим, что есть подача или что. Вот просто вопрос заявки. Здесь, опять же, вы будете видеть историю в евро, да? Для того, чтобы у вас было четкое понимание хотя бы относительно какой-то тариф. Если вы не из Украины. То есть, вот 0,6 за километром. Двигаемся дальше. То есть, у нас доход есть. Давайте посмотрим расходы в рейс. Вводим следующий показатель. Средний расход топлива на 100 километров. Смотрите. Расходы могут быть разные. У кого-то 29, у кого-то 40. То есть, я ориентируюсь из тех цифр, которые там средние по палате. Давайте в объем 35 литров. Что касается... На 100 километров. Что касается одного литра топлива. Давайте посмотрим, что у нас сейчас предлагает рынок. То есть, заходим на Минфин. И у них есть такой чудесный график. Мы выбираем здесь, видите, дизельное топливо. И давайте посмотрим. Вот динамика, да, у нас. Я приближу. Может, лучше его видно было. Давайте, да. Вот так. Вот, смотрите. Топливо было там 55. Чуть-чуть просело полтинник. Понятно, что там в прошлом году вообще 43 было. Но давайте возьмем, я не знаю, вот сейчас 53. Опять же, мы не считаем с НДС, без НДС это. Потому что сейчас много ребят напишет. Кстати, напишите в комментариях, вот очень интересно, почем вы покупаете топливо сейчас. Вот, например, мы сейчас в расчете. Давайте возьмем там 53 гривны, да. Напишите, ребят, в комментариях, почем вы покупаете топливо. Потому что, я думаю, многим будет это интересно. Давайте укажем 53. И смотрите, почему я говорю, что это такой легкий формат калькулятора, который поможет просто понять, вы в плюсе или в минусе базово. У нас сразу, видите, посчиталось затраты на топливо за рейс 10.017 гривен. Мы здесь посчитали базовый формат мотивации водителя. Что значит базовый формат мотивации водителя? Опять же, в каждой компании есть разная мотивация. То есть, кто-то платит ставку, кто-то платит за километраж, кто-то платит за сутки, кто-то платит посуточные. То есть, для того, чтобы не писать тысячу и сто вариантов, которые могут быть, да, мы говорим о том, что сколько может, соответственно, заработать водитель в среднем. Как правило, 15% от суммы фракта, если мы считаем, это вот примерно показатель, который есть по рынку. То есть, ориентировочный такой формат. Кто-то получает и 20, поэтому разный формат есть. И, соответственно, мы говорим о том, что, окей, у нас есть суточные. Помните, я говорил, что очень важно заполнить вот эту графу. То есть, то, что двое суток, да, машина в рейсе, потому что, ну, может быть, там загрузили ее вечером, ночью. Разные ситуации есть, там успел, не успел, лучше двое суток заложить. То у нас здесь идет, конечно же, оплата за суточные водителю. Да, что касается этого файлика. Если вам интересно потом его взять для себя и использовать его в работе, переходите по описанию в мой Телеграм-канал, там вы найдете ссылочку. И, собственно, будет у вас возможность его там получить. Поэтому переходите в Телеграм-канал, там вся будет информация. Соответственно, мы здесь указываем два дня, то есть 400 гривен умножить на 800. Итого 12.43. Обратите внимание, мы не считаем вообще омыватели, мобильную связь, мойка, стоянки, разрешения, если вдруг какие-то нужны. Ну, по Украине тут ничего не надо. Платных дорог тоже не надо. То есть все базовое. Следующий момент. Мы берем еще регулярные расходы. То есть мы берем расходы, которые есть у нас вообще разбиты там на год. Тут давайте мы вот просто базово возьмем амортизацию 10% от суммы фракта. Можно по-разному считать амортизацию. То есть я думаю, что если вы на моем канале, вы много видели разных расчетов, тарифов и тому подобное. А я для примера, вот смотрите, данная задача, почему 10 раз повторяю? Потому что 11 человек напишет, ага, ты вот говори вот так, так вот, чтобы этот человек не писал. Это пример для того, чтобы человек, который ни разу не понимает, какие цены, еще что-либо, он просто вбил 4-5 цифр, и у него сложилась картинка, сколько программа минимум машина может заработать. То есть мы считаем амортизацию. И, соответственно, вот видите, у нас выходит такая цифра 1350 гривен. И сейчас вернемся к чистой прибыли, чтобы понять вообще, прибыльна ли эта история вся или нет. Смотрите, ровно 5 показателей. То есть это количество суток, фракт от заказчика, расстояние, средний расход топлива, стоимость солярки. И, конечно, вы можете для того, чтобы максимально эффективно для себя просчитывать, вы можете выносить все остальные затраты. Но мы берем пример такой, чтобы у большинства людей было понимание относительно такого маршрута. Итак, что у нас по итогу получается? У нас по итогу получается заработок 1458 гривен. Многие посчитают и скажут, блин, так а подожди, может быть такое, что, например, туда машина едет дешево, то есть из Киева во Львов, а обратно, например, машина едет намного дорого. Ну, такое действительно может быть, потому что грузопоток, который есть внутри Украины, он может реально меняться. Например, есть дефицит транспорта во Львове или дефицит груза в Киеве, и наоборот. И это меняется с течением времени, сезона, то есть множество нюансов. Поэтому давайте попробуем посчитать. Если мы, предположим, так посчитали, что машина заработает полторушку гривен, да, но если мы вернемся на нашу платформу, да, Ларди, и давайте посчитаем, вот машина поедет с Киева во Львов, мы вбили 13500. Давайте посмотрим, сколько будет круга рейс. Сейчас, секундочку, посчитаю. Львов, и давайте выберем Киевскую область. Поехали. Итак, давайте смотреть, что у нас по стоимости. Так, Львов, Чайка, запрос цены. Так, Подолевовская, Чайка, 16, то есть ориентировочная цена. Ясныцкая, счастливая, 13500. Тут уже, видите, у нас идет самосвалы, то есть зерновозы 17000, но это на реф, видите, то есть реф нам не подходит. Это морж навезут, скорее всего. И вот, опять же, есть у нас 17, ну, на тент, да, но тут, конечно, нужно еще покататься. Ну, давайте возьмем там среднюю цену, там, 16000, да. То есть, опять же, что мы делаем? Мы понимаем, что машина поедет обратно. Давайте вобьем 4 дня. Плюс 13500, мы к этой цифре добавляем 16000, то, что мы взяли для себя. То есть, это выходит, сейчас, секундочку, что-то я сбился, 13500 плюс 16, получается 29500. 29500, есть. По километражу у нас выходит, ну, давайте округлим, чтобы было легче считать, 1100 километров. Соответственно, расход, ну, расход у нас не меняется, потому что машина туда ехала полная, обратно она ехала полная. Стоимость топлива, опять же, за эти 3-4 дня, ну, я сомневаюсь, что она поменяется. И давайте теперь будем смотреть. То есть, у нас выходит, что уже водитель за 4 дня, ну, объективно, там, за неделю рабочую, ну, хотя не, не за неделю, он, в принципе, даже может быть больше рейсов сделать, это уже индивидуально, то мы считаем, что 15% от суммы фрахта, он заработает 4425 гривен. Соответственно, у него уже четверо суток, да, и в таком формате он уже заработает, там, 6000 гривен за вот эти 4 дня. Опять же, по мотивации водитель может быть разный, данные случаи взяты, на примере, для среднего прыгнка, чтобы ориентироваться. Опять же, амортизация повышается. И смотрите, сейчас посмотрим с вами относительно итогового круга рейса, то есть, объективно, сколько мы можем заработать. Но важный нюанс. Вот опять же, когда ребята к нам приходят на обучение, на курсы, да, мы говорим о том, что все, я покупаю фуру, начинаю работать. Друзья, научитесь сначала считать деньги, а потом уже открывать бизнес. Очень часто происходит наоборот, и это реально большая проблема. Поэтому, почему и как бы люди приходят к нам, потому что у них нет опыта, они не понимают, хотя даже, вы знаете, вопрос даже не в опыте. Например, приходят ребята, у которых уже там 3, 4, 5 и 10 машин, они говорят, о, блин, а вот это мы не учли, вот это мы не учли. То есть, они могут узнать, например, 70%, но 30% у них не работает. Это очень важно. Если интересно более детальной информации, там в описании можешь посмотреть, изучить это все. Итак, давайте вернемся тогда к чистой прибыли. Итого, когда машина у нас проработала, мы заработали 4600 гривен, или 150 евро. Это фура, двадцатка. Естественно, мы не считаем лизинги, перелизинги и тому подобное. Конечно, вы можете сказать, это ерунда, это не деньги. Можно и так сказать, но вы учтите, что мы открыли и взяли самую первую заявку, которая была вообще вот в лоб. Естественно, таких заявок, такие заявки, они самые дешевые. И вы учтите, что хороший диспетчер, который профессиональный, он даже не будет открывать ларди, он заранее будет иметь загрузки на порядок лучше и на порядок качественным ценам. Поэтому в этом случае, опять же, диспетчер должен быть опытным, специалистом в своем направлении, да. Ну и, конечно же, получать знания, учиться и развиваться. Поэтому, друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Таким образом, я буду видеть, что вам подходит и вам интересно такой формат видео. Буду продолжать. Если же вижу, что с вашей стороны активности нету, будем пробовать снимать что-то новое. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok